Еще летом прошлого года этот объект и прилегающая территория выглядели совершенно иначе. А сейчас здесь отличные игровые площадки, симпатичный фасад и даже навесы для колясок. Планировка и завершающие работы внутри и снаружи здания проведены таким образом в кратчайшие сроки. Генподрядчиком по возведению нового корпуса «Елочки», напомним, была компания «Стройинвест», а по благоустройству – муниципальный жилищный фонд. Окончательную инспекцию в пенатах малышей провел сегодня глава Абакана. Общая площадь здания более 2000 квадратных метров. Здесь разместились уютные, но не тесные помещения для групп, всего их шесть. Новые игрушки и книги ждут встречи с ребятишками. В каждой группе свое спальное помещение и санузел. Обратите внимание, с учетом возраста воспитанников, а предназначен корпус для детей от полутора до трех лет и мебели, сантехника, соответствующих габаритов. На первом этаже, кроме групп, находится также пищеблок, оснащенный современным оборудованием и кухонным инвентарем. Оборудование российское, да? Вы видите, строительный процесс полностью закончен, оборудование закуплено в полном объеме. В ближайшие две недели мы планируем пролицензироваться, и после чего этот детский садик откроет свои двери для самых маленьких ребятишек. Он существенно отличается от тех детских садиков, которые мы строили до этого. Этот детский садик рассчитан на самых маленьких ребятишек. То есть, изначально по проекту было у нас даже от двух месяцев, со временем подкорректировали, потому что от двух месяцев ребятишки мало кто отдает. Настоящий проект рассчитан на детей от полутора до трех лет. То есть, на ту группу ребятишек, на которую в настоящее время самая большая востребованность. Если говорить про город Абакан, ну, все дети от трех до семи лет у нас находятся уже в детских садиках. Очереди вот именно для этой группы нет, а спрос на ребятишек от полутора до трех лет очень большой. И этот садик у нас первый в этой серии. Расположен удобно, расположен на центральной части города. Территориально мы его разместили на территории детского сада «Елочка», потому что место позволяло. А по сути своей, это самостоятельный, отдельный детский садик. Настроили мы его в рамках национального проекта «Демография». Основная доля – это 93 миллиона, это средства федерального бюджета. И доля муниципалитета – 32 миллиона рублей. Это доплачивало в муниципалитет. Другими словами, день, когда ясельный корпус «Елочки» распахнет свои двери и встретит первых воспитанников, теперь уже точно не за горами. И мы это событие, естественно, не пропустим. Елена Лобанова, Василий Конзычаков. Новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова